Всем привет, сегодня 29 сентября и мы начинаем ремонт нашей детской. Мы сегодня расскажем сколько это дело стоит ну то есть я сниму полностью видео по ремонту, вот так она у нас выглядит тут раньше и мы спали, то есть это раньше была комната мамы, папы, ребенка а сейчас мы будем делать чисто детскую Миланя. Вот видите, когда Милана была маленькая обоя, она тут по отрывала в общем тут дырок, тут всякие ну вы поняли, классическая детская комната единственное, что мы хотим оставить в этой комнате, мы все будем менять вообще все-все-все-все-все единственное, что здесь останется, это вот такой шкаф икеевский, старого образца здесь у нас много вещей всяких лекарства, но лекарства конечно мы отсюда уберем будут здесь только детские вещи и в икее купим мебель и ремонт нам было делать там это самое, друзья, знакомые строители, но разумеется не бесплатно так что погнали начинаем закончился первый день нашей телестройки давайте покажу вам, что там у нас получилось а вот она, что здесь вот такие у нас стены стены у нас оказались можно сказать девственные видите, они даже ни разу не шпаклевались тут обои были приклеены прям на голый бетон это конечно жесть ну потолок мы будем делать натяжной поэтому не знаю, будет ли, есть ли смысл его отдирать там качественно вот такой потолок здесь обои до конца еще не отодрали получается строитель один человек работал с девяти утра до четырех дня на полу у нас оказался фанера или доски какие-то ну кстати нормального качества, полы хорошие так, эти все выключатели мы будем менять все розетки розетки здесь тоже будем менять окно надо будет отодрать эту пленку тонировочную потому что у нас восточная сторона и много солнца слишком так, здесь тоже все поменяют Милан, ты тоже хочешь сюда? ну че, как тебе комната твоя? люстру он снял, он лампочку себе повесил и все так что первый день, можно сказать, это практически если бы работать до вечера, то он бы все отодрал но ему там надо было на основную работу идти так что вот так ну че, красивенько вроде как будем держать вас в курсе дальше это шпатель итак, прошел второй день нашей телестройки давайте посмотрим, что тут у нас строитель, можно сказать, стены уже полностью замазан везде вот здесь он розетки делает здесь он нам делает розетки под телевизор и сразу делает антенный кабель сюда то есть это будут две розетки под электричество и одна розетка нет, Милан, не заходи, Милан тоже хочет посмотреть здесь у нас еще розетки и тут у него рабочий процесс в общем полностью идет замазка я так понимаю, завтра он замазку уже закончится он лесенку принес да, Милан будет спать одна здесь вот весь его инструмент на окне лежит видите, ну можно сказать, он вставил все стаканы все розетки заменил и выключатель он заменил и замазал стены на второй день ну мне кажется, это круто завтра он сказал, что будет сделать тонкую обработку стен то есть еще раз покроет тонким слоем потому что, а здесь он вообще еще не успел то есть одну стенку замазать то есть он замазал все, кроме одной стенки ну в общем красиво главное теперь, чтобы детей сюда не пускать потому что провода оголенные может ударить током закончился третий день нашего ремонта давайте посмотрим, что тут у нас происходит а третий день ничем не отличается от второго потому что здесь просто были домазаны стены он загрунтован, зашпаклеван или как там завтра он будет делать финальную отделку то есть там будет тонкий слой чего-то там наносить что у нас здесь? мохито мохито макита или как там правильно так, что у нас тут еще? ну здесь вы это все видели, я вам уже показывал вот меня радует то, что у нас теперь будет полноценное место для телевизора он, видите, замуровал кабель антенной то есть все там будет внутри все там это дело спаяет раньше у нас этот шнур болтался и теперь еще розетки будут для телевизора вообще красота здесь он розеточку делает какие-то спайки сделал получше то, что у нас розетка отсюда идет на кухню через стену ну уже, можно сказать, уже стены все ровненькие давайте посмотрим, что он использует ротбан какой-то шпатели универсальная антисептик антисептик он использует тут у нас что-то плесневел вот здесь уголочек возле окна он его зафигасил теперь все красиво и трещины все убрал а, и даже, смотрите, окно практически от этого отобрал от этой а, вот, оно уже отходит нифигасину растворил защиту от солнца я в Икея посмотрел куплю сюда надо замерить, правда, окно сейчас мне будет заказать сразу чтобы от солнца это к рулон, короче, заказать специально потом вам все покажу ну а так все, больше ничего новенького нету итак, четвертый день нашей телестройки ооо, и тут уже стало нарядно вы только посмотрите строитель наш, можно сказать, уже все сделал беленькой этой побелочкой ооо, практически все у нас красиво смотрите выключатель новый поставил потом поставил новые розетки и даже сделал розетку для ТВ проходную, или как она там называется ну, чтоб сюда телевизор воткнул и все в стену то есть любой телевизор потом так, розетки еще не сделал, я так понимаю да, но уже красота что у него тут какие-то новые а, отмыл он нам окна, кстати, от этой которая была фигня наклеена отмыл просто водой, говорит, намочил потом потер и все так, тут у нас что еще нового? розетки шпатель его чем он там пользуется это что у нас? вебер витонит по-моему, он был в прошлый раз о, у него тут что-то осталось даже кусочки так, шпатель этих шпателей, или как они там называются у него дофига и больше там, кошка, хочется прокрасться а, еще он, кстати, нам в туалете делает эту сейчас покажу вам, что он там делает у него паяльничек он тут паял какие-то провода ну, вроде как все то есть вот, можно сказать, практически финальная отделка завтра он там еще красоту доведет и все готово ну, а вот что он у нас в туалете делает видите, мы счетчики ставили еще год назад и ну, после этого дырка в стене так осталась плиточка у нас тут новая, хорошая была как бы все красиво мы потом ввели этот дурацкий закон что надо счетчики все поставить вот так, что сейчас он нам обшивает это гипсокартончик и все и поставит сюда лючок и плиточка у меня была оставалась от ремонта поэтому плиточкой аккуратно заложит все и будет здесь у нас красиво а то у нас такая красивая ванная видите, все аккуратненько все чинно единственное, что вот эта дырка была и вот это все он сделает то есть, когда я скажу стоимость его работ сколько он возьмет с нас это будет с учетом ремонта ванной то есть, с учетом того, что он поставил судовичок все заделал и еще он нам должен заделать я не знаю, говорил об этом или не говорил вот эти доборы вот здесь, вокруг двери итак, закончился пятый день нашей стройки давайте посмотрим, что у нас а у нас тут особо ничего не изменилось единственное, видите, поставил он уже выключатели вот теперь можно свет включить теперь он будет поярче ну тут зашкурил все аккуратненько сказал, что еще надо купить на окна скорее всего уголки чтобы тоже те он утромал старые чтобы спрятать этот ужас весь вот так что надо будет уголки купить наверное в обе поедем скорее всего поедем в обе все купим в Леруа Мерлен что я посмотрел цены на ламинат слишком большие в обе выгоднее ламинат взять ну а обои там стоит так же как и в Леруа а так больше и показывать то нечего а розетки он там подключил у нас были отключены розетки вот там делал где там вот поставил розеточки ну все остальное все красивенько вот тут теоретически будет кроватка и суббота-воскресенье у него выходной так что теперь встретимся с вами в понедельник на забыл сказать что он еще батарею покрасил теперь еще батарея у нас крашена итак давайте для начала рассмотрим чек из магазина обе настрой материалы вышло у нас все на 17 534 90 вам может показаться то что для обоев ламинат это дорого но да обои мы купили дорогие ламинат нет и вы можете от этой цены строго делить ее на две части потому что мы еще купили не только для комнаты но еще для своих работ то есть сейчас я прочитаю чек не только для комнаты то есть а вообще там еще кое-какие отделочные работы надо было делать в коридоре там в ванной поэтому не так уж все и дорого итак погнали наличники рома наличники на входную дверь у нас не были установлены раз строитель работал сразу попросили его сделать три наличника по 145 рублей доборы рома три добора для двери по 219 рублей под ступенок хвоя это у нас там еще очень большой дверной проем метровый и эти железные вот эти переходники на пол они все идут 0,9 метров или же идут длинные но узкие а нам нужно было 12-15 сантиметров шириной и метр в длину поэтому взяли просто деревяшку за 215 рублей плентуса у них по 95 рублей подложка под ламинат пачка стоит 229 рублей мы взяли две пачки это на 10 квадратных метров еще даже 2 листика осталось еще там переходники какие-то по 49 рублей не помню что это такое напиток берн 109 рублей сюда тоже входит но это я себе взял клей для флазелиновых обоев 300 грамм 300 грамм хватает полностью на комнату 10 квадратных метров 255 рублей кстати клей хороший все его советуют обои обои мы взяли по 1200 3 рулона это одноцветный и 1200 комп винил тоже 2 штуки еще короче ну короче обои у нас вышли почти на 6000 это самые дорогие обои которые были они немецкие флазелиновые там супер твердые короче они еще сочетаются между собой они из одной серии то есть эти обои можно вместе клеить смело так что за обои мы конечно переплатили но у нас маленькая комната поэтому не вижу смысла экономить на обои брать какие-то бумажные за 300 рублей взять уже за 1200 и на века ну 5 лет точно должны прослужить и я думаю ремонт он и на 10 лет будет клей момент купили чтобы клеить всякие эти обналичники потом в этой щиток в ванную на плитку повесить 400 рублей стоит клей дорогой но он там по-моему 250 килограмм или 350 килограмм на отрыв то есть самый мощный который был торцевики комплект 55 рублей угол внутренний для плинтуса ну это все для плинтусов 39 рублей соединитель 37 рублей для плинтуса дюбель гвозди еще взяли 59 рублей пачка чтобы эти плинтуса крепить 2 штуки фотообои стоят 2900 это вот эта русалочка которая большая 3 метра она идет в высоту и метр в ширину фотообои вообще качественные прям супер не знаю 3000 дорого или нет но вроде нормально ну и ламинат ламинат пачка стоит 1000 рублей квадратный метр получается стоит что-то около там 500 рублей или 450 квадратный метр в пачке там то есть получается два с чем-то квадратных метра 1000 рублей стоит пачка пять пачек нам вышло 5000 рублей вышло все на ламинат ламинат кстати это недорого 5000 то есть нормально я посмотрел и то дороже такое уже качество итого у нас 17500 на такие то есть итоговые отделочные материалы обои и все такое, но я думаю вы уложитесь в десятку смело то есть 10 тысяч закладываете на обои и ламинат ну вот и закончился шестой день, по-моему да, шестой если я не сбился, давайте посмотрим что у нас тут за обстановка у нас здесь как видите шкаф сюда передвинули наш который мы решили не разбирать тут у нас уже положили ламинат полностью получается заднем кладется ламинат в 10 квадратных метров заднем кладется ламинат и даже обои наклеили и даже фотообоину приклеили мы купили одну фотообоину стоила она по-моему 3000 рублей 3 метра длина, пришлось ее чуть подрезать мы там со строителем выбрали как подрезать вот здесь обои видите приклеили и та стена будет у нас другого цвета, тоже покажу а ну вот все обои у нас сейчас стоят вот здесь ну получается осталось только завтра наверное уже закончится на обои и потом останется подождать когда потолок сделает вот там какие-то дырки у нас в стене обалдеть е-мое так тут что у него новенькую появилось из инструментов это что такое из-под очков походу забыл нет тут все у нас красиво да вот такие вот такие вот в таком тубусе были фотообои вот там клей наш лежит, клеем накрыли вы видите просто наверное он устался тебе нравится Мила? да, вот эта девушка, я хочу вот эту шарку да ты довольна? да крестик спрячь да а ламинат тебе нравится пол? ага красивый смотри написано хендмейд ногу убери хендмейд моднявый пол ну кстати пока особо не скрипит на пачке было написано то что он должен отлежаться 48 часов по-моему а и вот такой порожек деревянный мы взяли себе вот сюда постелить потому что здесь у нас это строитель тоже сделает порожек видите здесь у нас метровый порожек а метровых этих порогов не бывает они все идут 0,9 стандартный проем а у нас проем увеличенный дверной метровый поэтому придется самим сделать порожек из дерева так что доску купили и все что ты хочешь показать? пахнет пахнет пахнет? ммм вкусно пахнет такое да? ну все прощаемся с вами я думаю завтра мы закончим уже а вот такая подкладка была под ламинат видите вот она мить ты почему без трусов ходишь? ммм что за головы? срака итак седьмой день нашей youtube стройки давайте покажу что у нас тут а у нас тут выключен свет оу смотрите тут уже красота дик опаньки так тут сейчас очень душно потому что эта комната закрыта чтобы обои сохли поэтому я еще быстренько вам все покажу вот обои наклеили полностью здесь у нас вот такие ромбики здесь у нас вот такой ламинатиус ну то есть полностью ремонт детской можно сделать за неделю здесь у нас фото обои ну сейчас просто горит одна лампочка видите у меня поэтому все не так красиво как на самом деле на самом деле обои обалденные обои правда это дорогущие немецкие ну это вообще самые дорогие обои которые были в обе ну можно сказать самые вот тут у нас что ну ламинат я вообще обалдею от него ламинат сделан в Белоруссии по-моему тут я сегодня шкаф мыл ну ремонт полностью закончен вот такой мы выбрали себе этот как они называются фронтон или я забыл ну почему поняли меня что-нибудь такое ну вот тут у нас камень проходит что вам еще показать откосы сделали вот здесь видите на этом на подоконнике отдельно купили потому что старый пришлось выкинуть остается у нас только потолок потолок к нам приедут в пятницу а сегодня у нас вторник то есть через три дня нам сделают потолок натяжной вот поэтому как бы весь ремонт закончился остался только потолок ну и вот эти обои я вообще кайфую от них посмотрите какая красота и кстати эти обои они сочетаются с вот этими монотонными то есть они из одной цветовой гаммы там в обе вам подсказывают то есть там они рядом висят типа эти обои подходят к этому и ламинат подходит к вот этому всему а еще нашему строителю осталось дверь обделать вот он придет в четверг это все доделает так что имейте ввиду то что когда я буду называть итоговую стоимость туда будет включено за его работу еще то что он нам сделал дверь откосы доборы мы купили все купили для этого дела и теперь давайте вам покажу что это тут за лежбище котики что надо так и еще он нам сделал и полностью заделал эту стенку для счетчика в ванной положил плиточку все аккуратненько вырезал замазал швы и поставил экранчик то есть это тоже будет включено стоимостью вот такой у нас экранчик на магнитиках все красиво тут он выдвинул и теперь у нас тут все вот так закрывается все красиво раньше тут была дырка если помните я вам показал так что счетчики на месте все на месте правда эта штука еще приклеивается и здесь у нас еще краники стоят под сеточками чтобы перекрывать воду потому что на полотенчик у меня еще есть дома независимый электрический обогреватель то есть если горячую воду отключают я перекрываю все краны на полотенчик и так далее на теплый полностью еще в ванной есть и могу сам себе топить воду горячую а у нас можно сказать первая основная часть ремонта закончена все строитель получил свои деньги потому что видите он вот доделал нам то что должен был последним это как обналичники или как доборы ну короче доборы на дверь поставил посадил все это дело на пену пена завтра полностью высохнет и я сниму вот эти штучки монтажную ленту и сделал нам порожек порожек у нас нестандартный метровый таких не бывает порожков поэтому мы из дерева сделали порожек ну как метровую я купил деревяшку просто за 200 рублей в обе и тоже на пену он посадил то есть на пену посадил порожек на пену посадил доборы и обналичники посадил на клей специальный какой-то супер-пупер мощный а мы уже приехали в икею милане мебель заказывать закажем сразу с доставкой и сборкой икея белая дача смотри милан вот такой стульчик тебе закажем хочешь себе такой возьмем тебе пойдем посмотрим что тут еще есть интересного ой какие тут красивые лампочки да вообще красота не трогай тут током ударит ой обезьяночка какая нравится тебе зеркало такое зеркало 4000 с подсветкой ну а мы решили перекусить потому что долго ехали в дороге все мы покушали теперь можно из заказа в икея сделать кстати в икея прикольный этот город где можно поиграть детям смотрите икея 75 лет поэтому он спеццены на многие товары тут сейчас кружки по 49 рублей не хочешь варь кружечку 49 рублей так и подушки ооо вот подушку можно купить даже кстати ну все выполнили мы тут подборку самое главное то что сборку надо заказывать только в магазине сборка мягкой мебели и каркасной мебели а это по отдельному время идет то есть мне пришлось перенести чуть-чуть время чтоб одновременно два мастера приехали собирать ну а зато стоит недорого 1400 по моему вышел сборка и доставка 2 500 заказали мы доставку и набор набор нам женщина пошла уже набирать отдаст все это дело в доставку но есть некоторые штучки ящики их нужно самому взять и самому потом отдать в доставку то есть мы все оплатим ящички тот товар и потом отдадим очень все сложно на самом деле ну вот и все все мы взяли то что нам нужно было самим взять на складе теперь едем на кассу сейчас все оплатим у них получается система такая есть товары которые ты должен сам взять на складе то есть не на складе а в магазине берешь в магазине товары которые тебе сказали взять потом продавец тебе сам на складе выбирает то что на складе лежит все это отдают в доставку ты потом все оплачиваешь на кассе и отдаешь те товары которые ты взял в самом магазине тоже в доставку и все Вау, тут такие красивые картины по 1000 рублей Большие, они очень здоровенные Вот Слон? Не вот это Йо-хо-хо, Икеа 75 лет Йоу Все, в Икеа заплатили, вышло у нас все Икеевское добро на 54 тысячи Это с учетом доставки и сборки Сборка получается 1400 стоит Сборка мебели Что-то там кровати какая-то Ну кровать, короче, мягкая мебель 1400 И 1400 стоит сборка Каркасных всяких полочек, фиголочек Вот это стоит 1400 И доставка в Балашиху 2500 стоит Я считаю, что доставка и Установка стоит очень дешево То есть основная цена все-таки Мебель у нас вышла дорого Потому что мы брали не самые дешевые кровати Матрасы дорогие Матрас у нас только 7 тысяч стоит Так что очень много всего А так получается в доставку я потом то, что мы взяли руками Мы потом просто показываем Ну наш номер заказа И отдаем им все, что им надо положить В доставку дополнительно То есть с этим делом все удобно делается Единственное неудобно, что приходится делать Подбор товаров самому Потом еще подборщик на складе Который он стоит 700 рублей Приходится за это заплатить В общем по мелочам, по мелочам набегает сумма нормальная Ну что, граждане из Таджикистана Доставщики из Икеи привезли на всю мебель Вот все подняли Диван идет в сборе Это маленький диван компактный О, смотрите, тут уже есть подножечки у него Прикольно Так это у нас получается ящик с полочкой Под игрушки Это у нас речное дно Это я еще не знаю что Это у нас защита от этих От солнца Это у нас полка длинная, двухметровая Настенная Это у нас матрас для детской кровати У него минимум длина 130 Потом следующая вставочка идет Сейчас покажу Это 160 сантиметров И с большой вставкой получается Там почти 2 метра 195 сантиметров Это мы стульчик детский Миланю взяли в офисный Тут, по-моему, еще одна полка для игрушек Кровать Еще что-то Забыл уже Здесь у нас одеяло прохладное идет Это у нас Это пеленка от водоталкивающей Мало ли ребенок болеет На блюет, просыт и так далее В общем взяли Вот они наши ящички Для полочек Это у нас коробок для стула, фурнитура А, еще постельное белье такое мы взяли Милане, посмотрите, как оно сочетается У нас с обоями Вот это вообще кайф, скажи А Валя все хотела пеликану взять розовую Ну, блин, девочки не обязательно же розовые Я так считаю Да Ну вот и все Доставка нам вышла 2500 Из-за этого всего Занял всю комнату Я не знаю, как мы будем делать потолки натяжные Потому что здесь места вообще нету Все забито Да, еще внизу кает полка Еще не знаю, что это Ну что, наступил уже фиг знает какой день Нам сделали наконец-то натяжной потолок Мы просто ждали, когда они к нам приедут Сделать его Вставляется он вот такой профиль Алюминиевый О, он прикручивается в стену И потом сюда потолок вставляется Такие специальные речки сюда вставляются И прижимают полотно У нас потолок тканевый Пойдемте покажу Ну и вот такой у нас потолок Это тканевый Он прям такой, как полотно Тканевый потолок Плюс его То, что его можно 4 раза покрасить Если вы там его испачкаете Но зато, если прольется вода То это будет плохо Он сразу пожелтеет Придется его отмывать Опять же, перекрашивать И еще его не надо нагревать То есть он просто устанавливается Он вставляется и все Делаются под люстру прокладки Из дерева деревянной И люстра вешается просто И этот потолок можно резать Он ничего И он натянут, кстати Как барабанчик О, такой плотный-плотный Потолок у нас германский Сделано в Германии Отдали мы за него 3500 с установкой То есть там было написано Плачение прямо сделано в Германии И 3500 вместе с работой Все у нас вышло Вот на 10 квадратных метров натянуть И еще можно было выбрать другие резиночки Ну мы выбрали самую дешевую резинку Вот такую обычную Некоторые делают подороже Резинки вставляют в себя Ну и все Вот у нас комната полностью готова Осталось все помыть и собрать мебель Вот здесь у нас икеевская мебель Валяется По идее это 8 день стройки Если так судить 8-9 день и комната готова Мебель нам через 2 дня приедут Самое главное, икея Доставка приехала И через 3 дня только может приехать сборка То есть я думал, что это будет все вместе То есть приехали и поставили Но нет, придется ждать еще теперь сборщиков Конечно, можно самому это все было собрать Но в икея у нас вышла сборка 3000 3000, чтобы все собрать Я думаю, это небольшие деньги Вообще в икея вот эта доставка и сборка дешево стоит Мне очень это нравится А так все, комната готова Ждем сборщиков из икеи И потом покажу готовую комнату Ну что, 8 день или какой 9 закончился Ну конечно, так прошло 2 недели Но так все по порядку 9 дней Минан, ты готова посмотреть всю новую комнату? Пошли Заходи Куда ты? Иди сюда Давай, открывай Голос 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 Они пищи делают Здесь теперь у тебя, смотри, мешки Чтобы на них можно было посидеть Да, здесь у тебя теперь ящичков Очень много для игрушек Там пусто везде Посмотри Давай, не хочешь, даже попробуй Давай, надо раздеваться Минан, стой, 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 ты грязная Давай, тут еще полочки смотри Да И верхняя полочка тоже открывается Да Морик, у тебя стульчик теперь Вот это тоже полочек Да Садись-ка, сядь-ка на стульчик О, вот теперь ты тут будешь заниматься О, надо тебя поднять стульчик чуть-чуть Ну-ка Вот здесь И что, умеет подниматься? Да, он поднимет подниматься Я буду то рисуить Я буду это тут Ты теперь будешь тут рисовать Можете на кровать, ладно, можно я оставлю Вон я тут О, тепленькие Тепленькие Да Еще Это вот это отчет Это туда будешь книжки свои ставить Ааа Это полочка для книжечек там Ну, кстати, пустовато все равно Я бы сюда еще какую полку засунул бы Вот тут коробка Да Так, еще мы поставили эту штору от солнца Она здесь Вот она Вот она специальная Она опускается, рулонная штора Чтобы солнце не пропускать Потому что у нас солнечная сторона Но получается у нас стиль русалочка 3D обои русалочка Потом Вот шторы русалочка Мы давно купили Ну, а так все Ремонт закончен Теперь у нас у Милана своя кровать большая Кошка теперь будет подкрывать Прятаться В общем, вот такая красота Честно говоря, теперь, когда проходишь мимо Кажется, что это вообще не наша квартира Потому что это все такое старое А здесь прямо тут все такое Современное Современные розеточки Современные выключатели Современные полочки Вот эта полка двухметровая Она мне очень нравится Тут домик Тут у нас будет телевизор Но только сейчас телевизор мы не будем встать Потому что Милана все-таки маленькая Чтоб она тут играла больше в игрушки А не в телевизор залипала Телевизор чуть попозже и купим Один минус Я немного ошибся с расчетами Я планировал вот этот диван Двухспальный диван Но раскладывается в пол икеевский Очень удобная штука Тем более он по акции стоил 4000 4000 за такой диван Это вообще вещь Я его планировал поставить В комнату вот сюда О, вот сюда Но он не влез 5 сантиметров не влезло Так что вот здесь Был бы шикарный То есть если гости приезжают Он раскладывается И тут двуспальная кровать Еще дополнительно для гостей Но придется у нас в комнате Етиться гостям А здесь будет чисто Да, зато тут миллион пуфиков Сидеть приду в гости Тут будет где поиграть А еще мы постельное же купили В стиле Вот смотрите какие у нас обои Видите И вот такое у нас постельное Вау Сейчас мы все сделаем Милань Ну и вот Икеевская постельная Видите как стиль Хоп Хоп Красопетошно Мне нравится И подушечка тоже Это комплект Подушка И наволочка Короче И поддеяльник И одеяло у нас тоже Кстати икеевское купили Икеевское прохладное У нас в квартире Очень жарко Поэтому тепло одеяло Мы вообще никого не покупаем Так вот так у нас Единственное Надо купить на резинке Эту Как она Поврог Как называется На резинке Просто Просто на резинке Осталось купить Что мы забыли взять Попробуй 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 Детской комнате 10 квадратных метров Погнали Вообще полностью Строителю Мы заплатили За все 40 тысяч 5500 Это расходы На черновую отделку Которую мы заплатили Строителю Который покупал Там всякую штукатурку Фигурку Розетки Краску Ну в общем Черновой этап 17500 Это расходы В обе Которые мы потратили Отделочные материалы Которые для красоты Обои Там и все такое 55 тысяч Нам вышло Мебель из Икеи 1000 рублей Я еще дал Сверху сборщику Чтоб он нам повесил Всякие там Эти Настенные штуки Которые не были включены В стоимость Икеи 1000 рублей Это Икея И 13500 У нас Вышел потолок Блин Я тут все неправильно Насчитал Так Забыли это дело Итак Нам все вышло 132 500 Но строителю Мы заплатили 40 тысяч Это потому Что он нам еще Делал ванной Еще нам делал Входную дверь Так что Минус 10 тысяч Я отсюда отниму Это у вас Получается 30 тысяч К примеру Вам выйдет ремонт Именно строителю отдать Итого Вы потратите 122 500 Если будете делать Такой же ремонт Как у нас Давайте теперь Посчитаем Немножечко по другому Это был наш вариант Дорогущий вариант Потому что Мы брали дорогие обои Покупали полностью мебель Давайте посчитаем Средний вариант О Вот это у нас Здесь будет средняя цена Итак Строительство К примеру Вы можете сделать Что-то сами Что-то вам помогут Строители Давайте посчитаем Это 20 тысяч На строительство Потом Черновые работы 5 тысяч Ну 500 рублей Скинем 5 тысяч Пускай будет Обе 17500 нам вышло С всякими порогами Ферогами В обе Вы бы уложили В десятку Легко С обоими Ламинатом Икея В икея Не обязательно Покупать всю мебель Можно там Кроватку Купить Матрас Потому что У нас Икея 55 тысяч Вышла Не только Из-за того Что мы Сюда Покупали Всякую Ремонтные Отделочные Кроватки И так далее Мы еще Купили Пастельные Хренельные В общем Очень много Всего Понакупили В икея Я думаю Вам бы Мебель Вышла В 20 тысяч В легкую Кроватка Столик И все Такое Причем То есть Доставка В икея 2 500 Нам стоит В Подмосковье Плюс Сборка Там Мягкая Мебель Полторы Тысячи И еще Там Сборка Навесная Всякие Конструкции Тоже Полторы Тысячи То есть Три тысячи Сборка Поэтому 20 тысяч Я думаю Точно Икея Сборку Не будем Тогда Включать Сюда Потому что Сборщику Уж не будете Ничего Давать Это я Дал Чтобы он Нам Повесил Роль Штору Нам Повесил Чтобы от солнца Еще Наповесил Еще Там Какую-то Фигню Ну И 13500 Потолок У нас Немецкий Это Дорогой Потолок Самый Дорогой Тяжной Тканевый Потолок Вы можете Купить Дешевый Потолок Который Не Тканевый Вот Этот Который Как Резиновый Я не Помню Как Он Называется Ну Потолок В десятку У вас Выйдет О 10 тысяч Давайте Посчитаем Среднюю То есть Получается У нас 20 Плюс 10 30 Плюс 20 Это 50 60 65 65 Тысяч 65 Тысяч Такой Средненький Хорошенький Ремонт Когда вы Сами Что-то Сделаете И строители Вам Помогут О Не 110 Дешманский Вариант Погнали Итак Строителям Мы вообще Ничего Не будем Платить Поэтому Строитель У нас Прочерк Черновые Работы Вам Вы купите Все равно В любом случае Ламинат Обои И так далее Можно купить Дешевый Обои Дешевый Ламинат Ламинат Мы брали По 500 Рублей Был Ламинат По акции По 250 Рублей Потом Также Обои Можно Взять По 300 Рублей Поэтому Напишу 5000 Рублей Обои Ламинат И все Такое В Икеа Вообще Ничего Не будете Покупать Потому Что У вас Есть Старая Мебель Зачем Вам Это нужно Ну и потолок В любом случае Вы отдадите 1008 Это точно Итого Вам выйдет Около 18 20 Тысяч Рублей Если вы будете Все делать Сами И покупите Только основные Там обои Ламинат Потолок И все Такое Что вам нужно Будет Для ремонта Ну вот Две цены Цена Наша Которую мы отдали Полностью С мебелью Цена Средняя Где-то Мебель Там и что-то Еще И 18 20 Если вы Рукастый Человек И все Делайте Сами А вот Такие у нас Итоги За 20 Тысяч Я уверен Можно сделать Неплохой Ремонт Но только Единственное Что Я считаю Что каждый Должен заниматься Своим делом Строители Строить Люди Которые Зарабатывают На деньги Другим способом Я к примеру За неделю Чтобы я бы Строил Я больше денег Заработаю Своим делом Которым Я занимаюсь Вот Ну хотя Получить там 40-30 тысяч За неделю Это такой Неплохой Бизнес Ну в общем Все Всем спасибо За внимание Ставьте лайки Если вам понравилось Это видео И показалось Вам полезным Также жмите На колокольчик Чтобы не пропускать Новые видео Всем спасибо Всем удачи В ремонте И самое главное Если у вас есть деньги Конечно Сделайте ремонт Пока не поздно Всем пока